Всем привет! Несколько лет назад я представлял, как можно сделать термопасту, используя клемму троллейбусных проводов и силиконовое масло. Безусловно, такая термушка является токопроводящей. В целом, видео об этом набрало немало комментариев, с предложениями воспользоваться другими химическими соединениями. А одним из пользователей было предложено даже несколько вариантов. Проанализировав информацию, я решил сделать токонепроводящую термопасту на основе оксида алюминия и диоксида титана. Собственно, данные соединения обладают указанной теплопроводностью, только вот в пастообразном состоянии их значения будут ниже. Для реализации идеи понадобятся указанные оксиды и диэлектрическое масло. В качестве такового воспользуюсь полиметилсилоксановым, также называемым как силиконовое. Прежде приготовим термушку на основе оксида алюминия. Отвешиваю его в количестве порядка двух граммов, затем порошок пересыпаю в агатовую ступку и из шприца добавляю немного масла. Полученную суспензию тщательно перетираю, вместе с этим выполняя гомогенизацию в течение порядка 15 минут. Не менее важным моментом в данном процессе является получение оптимальной системы с максимальным количеством твердой фазы и небольшим содержанием масла, что будет существенно влиять на теплопроводность. Приготовив термопасту, я перенес ее в небольшую пробирку. Таким же образом беру навеску диоксида титана, потом высыпаю порошок в ступку и смешиваю его с маслом. Получив суспензию пастообразного состояния, загружаю ее в пробирку. Теперь подготовленные бросцы термопаст сравним с китайской на системнике, где установлен процессор i5 и башенный кулер. Для начала снимаю систему охлаждения, очищаю проц от старой термушки и наношу gd900. Теперь собираю все в обратном порядке и запустив компьютер, работающий на операционной системе Windows 10, с помощью программы CoreTemp проведем замеры температуры, фиксировать которую я буду на основании показаний первого ядра. Изначально определяю изменение температуры во времени, когда процессор находится в простое. В силу постоянного колебания значений возьмем усредненную величину за каждую минуту. Спустя 10 минут можем видеть следующую картину. Теперь выполним аналогичное измерение под нагрузкой, которую я решил создать путем майнинга на процессоре, в связи с тем, что в таком случае получается стабильная и постоянная загрузка ЦПУ. По окончании 15 минут получилась такая картина. В целом зависимость температуры от времени для китайской термушки в указанных режимах данная. Посмотрим, как покажет себя паста из оксида алюминия. Наношу ее на процессор и устанавливаю систему охлаждения. В операционной системе, так же как с предыдущей суспензией, произвожу измерения сначала в холостом режиме, а потом под нагрузкой. В целом на это у меня ушло 25 минут. Наконец остается определить потенциал термопасты на основе диоксида титана. Покрываю ей проц и приведя системник в рабочее состояние, запустив операционную систему, в очередной раз провожу замеры, как в двух предыдущих случаях. Таким образом, получив результаты трех термопаст, остается их сопоставить между собой. Как можем с вами видеть, при работе процессора без воздействия на него особой нагрузки, менее эффективной получилась паста с наполнителем из оксида алюминия. А ГД-900 и термушка с диоксидом титана практически идут наравне. Но вот при нагрузке процессора картина немного изменилась. Так китайская паста слегка уступает алюминиевой, а вот титановая проявила себя более эффективной. Также если сопоставить минимальные и максимальные значения температур при работе ЦПУ в оговоренных условиях, то в таком случае получается, что ГД-900 и термопаста с диоксидом титана по показателям близки, тогда как алюминиевая проявила себя менее эффективной. Несмотря на то, что теплопроводность чистого оксида алюминия выше, чем у диоксида титана, в результате все получилось иначе. В моем случае это вызвано малой концентрацией дисперсной фазы порошка оксида алюминия в масле, о чем свидетельствует невысокая вязкость термушки. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.